Амичи отметили китайский Новый год. На него специально приехал Рин Чанг Фу, дирижер из Пекина. Горожане услышали традиционную китайскую музыку и поучаствовали в мастер-классах. Посетителям показали, как отмечают Новый год в Поднебесной. С восточными традициями познакомилась и моя коллега Юлия Боброва. В Китае почти все атрибуты празднования Нового года красного цвета. Это связано с одной старинной легендой. Считается, что под Новый год в китайские деревни приходило ужасное чудовище и доставляло жителям неудобства. Но однажды старец выкрасил двери домов в красный цвет. Чудовище испугалось и перестало надоедать людям. Теперь двери в красный, конечно, не красят. Вместо этого по всему дому развешивают алые ленты. Считается, это принесет удачу. Я верю, да. Потому что моя дочь училась в Китае. Она близка к китайской культуре. Ей все это очень интересно. Так что, я думаю, мои желания сбудутся. Затем готовят подарки близким. Фонарики – красные конверты. В них кладут деньги. Обязательно нужно все вместе. Семья – родителями, братьями, сестрами собирается накрывать стол большой. Обязательно нужно ехать к родителям первый день. Стол богато накрывают. Во время застолья важно правильно держать палочки. Обычно я держу палочки вот так. Насколько это правильно? Я пытаюсь понять. Но вот видите, в чем дело. У вас очень маленькая амплитуда. Давайте, знаете, как сделаем. Кто первый переложит быстрее все орехи из одной тарелки в другую? Хорошо, давайте. Время пошло. Я первый, я победил. Но у меня осталось совсем мало орехов. Я согласен. Поэтому мы практически на равных с вами. Значит, ничья? Да, ничья. Победила дружба. А после пиршества слушают музыку и запускают фейверк. Услышать традиционные мелодии смогли и амичи. Дирижер Рин Чанг Фу признается, приятно, когда иностранцы знакомятся с традициями его страны. Для меня это особенный праздник. Сама традиция празднования китайского Нового года очень интересная. Поэтому я думаю, омской публике понравилась атмосфера празднования. Юлия Боброва, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова